Сегодня у нас 24 ноября 2021 года. Обсудим мы на сегодняшнем вебинаре, как правильно делать ультразвуковую чистку, соответственно, в кабинетных условиях и дома. Поговорим об особенностях этой процедуры, о показаниях, противопоказаниях, о том, естественно, какой будет протокол, в каких случаях мы будем его использовать, потому что ультразвуковая чистка, как вам известно, наверняка используется и в протоколе комплексной чистки как этап, и может предварять, например, какие-то процедуры, которые вообще не связаны с очищением глубоким кожи лица, а, например, для того, чтобы подготовить кожу каким-то аппаратным форезом или даже перед классическим массажем или лимфодренажным массажем, для того, чтобы убрать лишние роговые чешуйки с поверхности кожи. Напомню для начала, какие вообще разновидности чисток лица бывают. Это, как правило, чистка отравматичная, которая сейчас все чаще и чаще пользуется спросом, потому что, к сожалению, кожа чувствительная, кожа с выраженным акне, кожа с какими-то воспалительными явлениями, она встречается довольно часто, и если есть на лице более условных 10 папулопустулезных элементов, то мы уже в классическом варианте чистку выполнить не можем. Поэтому используем атравматичную чистку, фактически чистку, при которой мы руками к коже лица не прикасаемся. Ну, условно, конечно, понятно, что мы там наносим что-то, кисточкой наносим, умываем пациента руками в перчатках, но мы ничего не удаляем, не используем инструмент, не используем лошку Уна, не используем анаразовые иглы для того, чтобы нам что-нибудь проколоть, проткнуть, удалить пустулу или милиум. То есть мы полностью делаем атравматику, используя только, условно говоря, химические препараты. Это будут очищающие средства для глубокого очищения средства, например, энзимная петиновая маска. Дальше мы делаем, например, маску на основе коалина подсушивающую и поросуживающую. И дальше мы обязательно в протоколе атравматичной чистки, ну, а сейчас уже много лет сложилось, что и в комплексной чистке мы обязательно добавляем этап успокаивающей и восстанавливающей маски и наносим финальное средство. Атравматичная чистка востребована тогда, когда мы не можем сделать комплексную, а гиперкератоз настолько выражен, что если мы его уберем, устраним, то процесс пойдет лучше, лечение нашего. Поэтому не всегда мы можем сделать чистку обычную, да, травматичную. В принципе, имеем возможность. Конечно, это не относится к гиперчувствительной коже, к пациентам сразаться с обострением по полупостулезной стадии, потому что там мы даже химическим способом удалить гиперкератоз не можем, пока не уйдет вот эта гиперреактивность, пока иммунный ответ кожи не придет в норму. Соответственно, комплексная чистка – это уже чистка, при которой обязательно используется мануальный этап. Когда мы чистим руками, когда мы чистим ложку и луну, используем инструмент, и, соответственно, эта процедура предполагает нанесение повреждений. Но повреждения, конечно же, там очень локальные, очень незначительные, поэтому комплексная чистка, она всегда закрывается какими-то средствами, которые являются профилактическими для возникновения каких-то воспалений. То, что человек может пойти после чистки, не послушав нас в бассейн или на спорт, или просто трогать себя руками грязными. Вот поэтому закрывающие средства тоже важны, об этом я потом поговорю, еще скажу. Но комплексная чистка – это всегда мануальный этап. То есть удаляем комедоны, если они есть, удаляем пустулы, если не есть, папулы никогда не трогаем, потому что это подкожный элемент, мы его удалить не можем ни инструментом, собственно, ни руками. Мы, единственное, можем спровоцировать его более быстрое разрешение при помощи некоторых аппаратных воздействий, например, дрессонализации. И аппаратная чистка как таковая, она может быть элементом как отравматики, так и комплексной чистки. И аппаратных чисток у нас вариантов несколько. Это ультразыковой пилинг, который мы сегодня разберем подробно. Это гальваническая дезинкрустация, то есть воздействие постоянным электрическим током для того, чтобы вызвать реакцию омыления жиров на коже, то есть триглицеридов кожного сала в сочетании с щелочными препаратами, которые используются для этого вида чисток. И также является этапом, как правило, комплексной чистки. Но может использоваться и в атравматичном варианте. И газо-жидкостной пилинг, который, нельзя сказать, что он прямо интенсивно как чистка работает, но достаточно приятная процедура, особенно ее любят пациенты в летнее время, когда прохладная вот эта вода, жидкость, дополнительно комфортные такие ощущения дает. Кроме того, джетпил дает неплохой лимфодренаж, если его правильно выполнять. И, в общем, такая хорошая уходовая процедура на выход. Как таковой газо-жидкостной пилинг, конечно, чистку заменить не может. Он может быть этапом, например, и весьма условной по своей, скажем так, интенсивности. То есть если у нас есть тугие, закрытые поры, там много комедонов, есть пустулезные элементы, которые надо удалять, то газо-жидкостной пилинг, конечно, с этим сам по себе не справится, как такой предварительный этап. Можно его использовать, но тут как раз успех мероприятия будет больше зависеть от химических препаратов, которыми мы будем осуществлять разрыхление, чтобы у нас наименее травматично, наименее травматично сама чистка прошла, то есть мануальный ее этап. Ну и, собственно, от того, насколько мы умело и деликатно удалим, например, те воспалительные элементы и невоспалительные комедоны, которые можно удалить. То есть нам не нужно стремиться удалить вообще все. Это такое главное правило. Что такое утрозаковой пилинг, который мы сегодня как раз разбираем? Это в целом процедура направлена на то, чтобы убрать избыток роговых чешуек на поверхности кожи. То есть у нас есть роговой слой эпидермиса, и он защищает нашу кожу от агрессии внешней среды. И когда роговых чешуек на поверхности омертвевших клеточек кератиноцитов становится слишком много, кожа может стать тусклой, она может даже шелушиться. Ну и в целом с возрастом у нас, к сожалению, замедляется обновление кожи и удаление, самоочищение, удаление с поверхности эпидермиса, с рогового слоя, вот этих роговых чешуек. Поэтому, например, в молодом возрасте, лет до 28-30, в среднем чистка нужна в основном пациентам с жирным и комбинированным типом кожи, потому что у них есть склонность к гиперкератозу некоторая. Ну и кроме того, у них есть склонность к закупориванию пор. И, собственно, сам гиперкератоз, он способствует тому, что поры будут закупориваться. Плюс у пациентов с жирной и частично комбинированной кожей есть тенденция к изменению качественного состава кожного сала. Кожное сало может защелачиваться, кожное сало может становиться более густым, оно начинает с трудом эвакуироваться из пор, и поэтому возникают так называемые закрытые и открытые комедоны. Поэтому, если мы будем регулярно отшелушивать кожу, неважно, отразвуком или какими-то химическими, мягкими и легкими средствами, которыми мы можем воздействовать, например, энзимами или ахокислотами в небольшой концентрации, с невысоким, с ненизким ПАЖ, то, в принципе, у нас проблема с закупориванием упор снизится до минимума возможного для данного конкретного индивидуума. Поэтому ультразвуковый пилинг может быть востребован при таких типах кожи в этом варианте, но, например, для молодых пациентов с сухой кожей, как правило, чистка лица вообще не имеет особой надобности, если они нормально, грамотно себе подобрали уход, и, в общем, этого обычно хватает. Если же у нас уже перед нами женщина или мужчина после 30-35 лет, то с возрастом, к сожалению, замедление, обновление кожи – это нормальный процесс. И, к сожалению, чем грубее кожа, чем больше роговых чешуек у нас не покидает ее, тем меньше молодых керотиноцитов образуется на базальной мембране. То есть на самом деле есть такая взаимосвязь, что если мы отшелушиваем, у нас с кожи улетает мертвый, ненужный нам керотиноцит, то на базальной мембране эпидермиса образуется новый и молодой. Поэтому регулярное отшелушивание для уже пациентов с озрелой кожей является необходимым для того, чтобы кожа просто выглядела более ухоженной, гладкой, не закупоривались поры и так далее. В чем нам может помочь ультразвуковой пилинг? Это лопаточка, скрабер, да, вот. И эта лопаточка генерирует ультразвук низкочастотный. Мне тут, кстати, дали погонять приборчик еще домашний. Мы их потом попробуем сравнить, обещая быть объективной максимально. И на самом деле ультразвук, используемый в скраберах, он и в профессиональном, и в домашнем оборудовании будет генерировать один вид частоты. То есть это частота 24, 27 или 28 кГц чаще всего встречается. И это так называемый низкочастотный ультразвук. Напомню, что низкочастотный ультразвук, если бы мы его, как говорится, могли ввести вглубь кожи, то он достаточно глубоким проникновением, способностью проникать глубоко обладает. Но лопаточка скрабера всегда сконструирована таким образом, чтобы мы, во-первых, не имели пятно контакта большое с кожей, чтобы ультразвук мог проникать внутрь. А во-вторых, конструкция такова, чтобы она работала, мы ее должны ставить под 45 градусов. То есть у нас нет возможности подставить ее под 90 и направлять ультразвук вглубь ткани. Поэтому этот низкочастотный ультразвук ничего нам, как говорится, в лице не разрушит, мозг не разрушит, потому что у него вот эта волна ультразвуковая, она называется поперечной, то есть она по законам физики отражается от поверхности кожи. Я обычно люблю сравнение такое приводить, аналогию. Когда мы камешек в речку бросаем, вот он по волнам так прыгает, вот то же самое примерно делает ультразвуковая волна, когда мы ведем включенной лопаточкой по поверхности кожи. И так как мы предварительно взяли контактную среду какую-то, причем это не просто контактная среда, чтобы провести ультразвук, а как раз это разрыхляющий гель, как правило. То есть это может быть гель для дезинкрустации, например, гельтековский, который подходит и для ультразвуковой, и для гальванической чистки, потому что у него щелочной паш. Но также вы можете использовать и другие какие-то разрыхляющие гели. Например, можно использовать тот же самый гель пектиновый наш, можно любые там другие, которые вам подходят для кожи, от которых нет дискомфорта, например, на мочевине гели, какие-то соком алоэ веры, ну, такие более домашние варианты. Можно даже энзимную маску нашу использовать, как бы не для усиления эффекта, когда энзимная маска кладется сначала, потом смывается, кладется гель дезинкрустирующая, по нему уже чистят. А можно, в принципе, чистить даже по ней, не смывая ее, потому что для ультразвука как раз PH не критичен, важно качество разрыхления. Для гальванического тока там уже обязательно должен быть щелочной PH контактного средства. И дальше мы, как правило, используем всегда поверх гели, когда уже под пленочкой у нас разрыхлилось все, какое-то жидкое средство. И это жидкое средство усиливает эффект кавитации, то есть лопаточка генерирует ультразвук, то есть определенные вибрационные колебательные движения совершая. И, соответственно, в жидкой среде ультразвук распространяется более интенсивно, чем в геле. В геле он может затухать немножко. И поэтому, если мы смачиваем первый раз поверх геля лосьоном или тоником каким-то, ну, лучше, конечно, разрыхляющим лосьоном, и проводим лопаточкой, да, будет менее интенсивная вот эта кавитация, вибрация. А если мы потом нанесем, чтобы второй и третий раз, обычно три раза по одному месту мы проходимся, лосьон, то, когда мы будем проводить лопаточку, у нас вот этот эффект кавитации, вот эти брызги, туман такой, то есть характерные такие явления, которые возникают в процессе ультразвукового пилинга, они будут более выражены. Как я уже говорила, угол наклона манипула порядка где-то 35-45 градусов. Длительность процедуры не превышает, как правило, 10-15 минут. Вот это в профессиональном варианте. В бытовом варианте вполне возможно, что и меньше нужно это делать, потому что у вас просто может мощности манипулы не хватить, сядет аккумулятор. Поэтому здесь как раз, ну, когда мы сравним домашний аппарат, который у меня здесь есть, и профессиональный, я обо всех нюансах вот этих упомяну, и вы, если что, сможете мне задать вопросы, если какие-то есть именно относительно домашних гаджетов с такой же функцией, вот, я вам постараюсь на них на все объективно ответить. Соответственно, курс ультразвукового пилинга у нас таков, что мы делаем эти процедуры не чаще одного раза в неделю. Незачем нам отшелушивать чаще, нарушать, собственно, защитную функцию таким образом. А вот раз в неделю, раз в полторы недели – это вполне нормально, если мы делаем какие-то дополнительные телодвижения, чтобы нам усилить обновление, простимулировать обновление нашей кожи. Какие эффекты дает ультразвуковой пилинг? Еще раз обобщу на этом слайде. Это механическое, фактически, очищение кожи от избытка роговых чешуек, то есть вообще ультразвуковой пилинг – это разновидность механической чистки, потому что колебания звуковые в ультразвуковом диапазоне – это, в общем-то, механическое воздействие, оно отбивает от поверхности кожи предварительно разрыхленные вот эти мертвые керотиноциты. В результате мы получаем улучшение текстуры кожи, кожа становится более гладкой, выравнивается немножечко тон. И в том числе он выравнивается от того, что у нас могли быть, например, на коже комедоны, в том числе открытые комедоны, потевневшие такие черные точки или просто желтоватые точки. И вот эти крышечки с комедонов, оно аккуратненько тоже разрыхляет и убирает. То есть нам не нужно вытащить все из поры, потому что святое место пусто не бывает. Туда, естественно, опять наберется кожное сало и какой-то там эпителиальный детрит, то есть слущенный эпителий внутри протоковой. И может смешаться и с грязью, и с косметическими какими-то средствами декоративными, которые на лицо наносим. Поэтому не нужно стремиться прям все-все отовсюду выдавить, чтобы у нас все лицо было в отверстиях. Но вот этот верхний слой мы как раз очень хорошо и эффективно ультразвуком счищаем. И получается, что мы тон тоже выравниваем, рельеф немножечко выравниваем. Ну и при систематическом таком подходе, когда разные виды очищения глубокого производятся регулярно, я не призываю делать ультразвуковый пилинг каждую неделю, как раз я больше за неаппаратные методы. Это проще гораздо, чем иметь лопатку, доставать ее и так далее, когда можно взять какую-нибудь инзимную маску или какой-нибудь там легкий такой очищающий гель с какими-то добавками, которые будут разрыхлять эпидермис дополнительно, те же самые АХ-кислоты или там мочевина та же самая. И таким образом можно регулярно очищать кожу. Если кожа очень грубая, плотная, такая прям мужская, наверное, можно так аналогию произвести, то даже скрабирование в общем не противопоказано. Единственное, что скрабирование лучше использовать пореже, там может быть максимум раз в 3-4 недели, даже на грубой коже, потому что скрабирование даже самым мягким, деликатным полирующим скрабом это все-таки некоторое агрессивное воздействие, потому что частички, они могут повреждать поверхность эпидермиса. Поэтому скрабирование пореже, а какой-нибудь мягкий энзимный пилинг можно и раз в неделю использовать. И в начале, как говорится, курса можно и даже 2 раза. Ультразвук чаще 1 раза не рекомендую в неделю использовать. Также, естественно, повышается биодоступность наносимых после чистки активных препаратов. То есть это имеется в виду то, что когда мы делаем, например, тот же ультразвуковой пилинг, как глубокое очищение перед, например, какой-то аппаратной процедурой, то есть мы хотим ввести, например, низкомолекулярную гиалуроновую кислоту в кожу при помощи того же ультразвука или электропорацию сделать. То в принципе, если мы хорошо отшелушим эпидермис, у нас биодоступность той же самой гиалуроновой кислоты поднимется немножко. Понятно, что 100% нанесенного на кожу препарата аппаратными методами мы ввести не можем, но нам, собственно, это не особо и нужно. Потому что тех 7-10%, которые достигают своей мишени, глубоких слоев эпидермиса или даже частично дермы, этого вполне достаточно, чтобы оказать свое действие и как заместительной терапии, например, и как стимулятор. Это тоже относится и к другим активным компонентам, витаминам, антиоксидантам, неацинамиду и прочее. Поэтому, если мы хотим какую-то антиэйдж-процедуру сделать, что-то активное нанести, даже маску какую-то активную сделать, тканевую или на кремовой основе и так далее, или какой-то альгинат положить на сыворотке, то мы можем сделать предварительно ультразвуковой пилинг. Это будет не чистка лица, а подготовка кожи к какому-то воздействию активному. Можно использовать ультразвуковой пилинг для чувствительной кожи. То есть для кожи, которая плохо реагирует вообще на какие-то химические воздействия. То есть она начинает краснеть уже на этапе поверхностного очищения самым мягким гелем. Она плохо переносит, например, ферменты, энзимную маску, ту же самую с папаином, ей будет некомфортно. Х-кислоты тоже. Это может быть пациент, например, сразаться, но не в обострении, разумеется, в обострении вообще ничего не будем ему делать, который имеет гиперреактивную кожу, и химией какой-то мы разрыхлить, отшелушать не сможем. А на самом деле ультразвук, да, он не даст такой реакции. Гель дзинкрустирующий, например, который мы используем для разрыхления, он очень деликатный по составу. Там, в принципе, ничего такого нет сверхъестественного. Там поливинилперлидон, сок алоэвера и соликалия. Поэтому он редко, когда может вызвать какую-то тоже реактивность на компоненты. Мы его наносим, потом чистим ультразвуком. При чувствительной коже ультразвук иногда помогает, действительно спасает, потому что ничем другим почистить мы не можем. И где-то мне даже встречалось в литературе упоминание, что ультразвук, собственно, и придумали для людей с чувствительной кожей, а потом он уже стал набирать популярность для всех остальных. И самое главное, то, что я как раз красным даже выделила здесь на слайде, то, что ультразвуковой пилинг не предназначен для очищения кожи от воспалительных элементов. То есть им не нужно выдавливать, пытаться комедоны, как некоторые делают, им не нужно ни в коем случае пытаться выдавить так называемые прыщи, то есть пустулы. Он никак не повлияет на папулы. То есть его задача – отшелушить с поверхности кожи избыток роговых чешуек. И всё. Соответственно, показанием к нему будет гиперкератоз на первом месте. Какие-то дерматиты тоже связаны с повышенным роговением, с гиперкератозом. Вне обострения, разумеется, наличие закрытых комедонов. То есть, как правило, это жирная или комбинированная кожа, склонная к закупориванию пор. Это сиборея обоих видов. Это угревая сыпь, то есть окне. Это гиперпигментация, склонность к гиперпигментации. Но не надо думать, что ультразвук разрушит пигмент. Он, конечно, не способен это делать. Лазер не всегда это может сделать. Поэтому здесь как раз важно, что гиперпигментация уходит, становится менее интенсивной. Во-первых, если она поверхностная. Ну, грубо говоря, вы её только что из отпуска привезли. А во-вторых, если она возникла только недавно. Во-вторых, если мы усиливаем обновление кожи, то есть мы отшелушиваем быстрее, она, естественно, быстрее у нас уйдёт. И не надо думать, что мы какие-то пятна пигментные, которые у нас давно существуют на коже, например, сможем удалить лопаточкой ультразвукового скрабера. Это тоже очень завышенное ожидание. Возрастные изменения кожи. Да, в некотором роде. Потому что, опять-таки, как я говорила в начале, у нас кожа начинает обновляться тяжелее, медленнее. То есть сам цикл обновления кожи у нас уже не около месяца, например, в 40 лет, а уже и 2 месяца. И это мы видим всегда по заживлению, как раз по тому, как пигмент уходит. Если у нас, не дай бог, какой-нибудь воспалительный элемент вылез, и мы потом от этого элементика постакта избавляемся по полгода уже в возрасте солидном. А когда нам было 25 лет, конечно же, за пару недель уже и следа от него не было. Вот эти все нюансы, да, они помогают как раз при помощи ультразвукового пилинга как-то нивелироваться, да, ускориться, деградация вот этих элементов постакта, например. И, естественно, кожа становится более гладкой, когда мы ее отшелушиваем регулярно, и она выглядит более ухоженно за счет того, что она такой лоск приобретает, такой блеск, но только не жирный, а скорее такой ухоженный лоск. Вот, ну и, как я уже говорила, чувствительная кожа, да, является показанием, потому что она плохо относится к химическим способам, да, и механическим способам отшелушивания. Когда, соответственно, можно сделать ультразвуковой пилинг, да, то есть если есть гиперкератоз и комедоны, если у нас менее 10 воспалений, то есть мы не будем по раздраженной, воспаленной коже водить лопаткой, да, вообще никакие процедуры аппаратные не делаются, как правило, за исключением лазерной терапии, если акне, например, липоплопостулезная стадия розации в обострении. Если кожа не раздражена, как говорится, я уже упомянула обострение розации, то есть какая-то аллергия, или бывает очень часто такое, что люди дома начинают экспериментировать с косметикой, покупают кучу разных средств, и в каждом из них содержатся какие-то вещества, которые, собственно, занимаются негативной стимуляцией. Вот у меня как раз был под каким-то видео, прям буквально вот только недавно вопрос от подписчицы под нашим видео каким-то гильтековским, под влогом мне прислали, ребята, этот вопрос, и как раз он был очень характерный, то есть человек пробовал с кислотами сыворотку, с салициловой кислотой, то есть с АХ кислотами, и эти средства плохо переносил. То есть человек экспериментирует, видимо, с теми веществами, которые будут отшелушивать. Но так как кожа гиперчувствительная, скорее всего, она уже с нарушенным защитным барьером, уже микробиом, там нормальная микрофлора чувствует себя крайне плохо, то есть там, конечно, нужно негативную стимуляцию немножечко отложить на другое время, когда восстановится защитный барьер, а перейти уже на позитивную стимуляцию. Пусть даже поры немножко будут закупориваться какое-то время, это не так страшно, чем сделать себе несостоятельный защитный барьер и неадекватный иммунный ответ на коже. Поэтому здесь, когда уже на воду, на простую будешь реагировать. Поэтому здесь как раз лучше использовать пептиды, прой-пребиотики, то есть какие-то защитные средства окклюзионного плана, то есть какие-то кремы увлажняющие, какие-то там, например, средства а-ля наш церамидский сейвер безводный с маслами цераминами, то есть то, что будет реконструировать, собственно, нашу защиту. Потому что, к сожалению, мы все живем не в идеальных условиях, сейчас очень много работ проводится, и по как раз оценке нужности, необходимости нам микробиома, его важности вообще для нашей кожи, и не только для кожи, а вообще для здоровья. И, собственно, еще очень важно то, что экология лучше, к сожалению, не становится, и вот эти полютанты, так называемые, то есть какие-то химические вещества, какие-то мелкие частицы, которые у нас и дома, и на улице нас, можно сказать, преследуют, они очень негативно воздействуют на кожу. И при нарушенном барьере, да, при нарушенной барьерной функции у нас, конечно же, кожа будет всегда в состоянии такого перманентного воспаления. Поэтому у нас розация дебютирует у людей раньше, чем это было даже лет 25-20 назад. И сейчас много различных реакций гиперчувствительности, несмотря на то, что люди стали более вдумчиво относиться, например, к составам и вообще к косметике, которую они используют. Больше такой акцент на что-то такое более натуральное, может быть, менее агрессивное. То есть люди идут в эту сторону, но пока недостаточно. Очень часто пытаются прибегнуть к негативной стимуляции, когда уже к ней прибегать нельзя. То есть негативная стимуляция, когда мы что-то разрушаем, для того, чтобы образовалось что-то новое, свежее. Но это можно сделать только тогда, когда ресурсов организма хватает на то, чтобы восстановить то, что мы разрушили. Иначе ничего не получится. Когда еще можно делать ультразвуковый пилинг? Если нет обострения каких-то хронических дерматозов, в том числе герпетической инфекции, и можно делать его, если расширены поры. Потому что поры у нас расширяются чаще всего от того, что очень густое кожное сало, плюс гиперкератоз, который как бы закрывает выход этому кожному салу внутри протока сальной железы. И, соответственно, она растягивается, растягивается, заполняется еще и отшелушенным эпителем самим внутри протоковым, потому что у нас не только снаружи отшелушивается, а и внутри протока сальной железы кожа отшелушивается. Да, и она там перемешивается с кожным салом, и получается такая густая пробка. Потом она окисляется на воздухе, становится черной точкой. Вот когда это все явление есть, тогда хорошо делать ультразвуковый пилинг. А противопоказания к нему, конечно же, ну, я имею в виду профессиональное воздействие. Это острые гнойно-воспалительные процессы, да, причем не только на коже. Это онкология, беременность, это тяжелые хронические заболевания, это психические заболевания, при которых нельзя какими-то аппаратными методами на человека воздействовать, может быть какая-то неадекватная реакция, да. Вот, и это не обязательно какие-то психические заболевания, ментальные нарушения, да. Это может быть, например, психоневрологические какие-то патологии, такие как эпилепсия, например, да. То есть человек ментально здоров, да, но его неврологический статус, он не совсем такой, как должен быть, и поэтому нельзя электрическим током. Например, делать аппаратные процедуры у такому человеку ультразвуком тоже нежелательно, несмотря на то, что в диагностике, конечно же, электрический ток используется, да. Вот, но это диагностическая кратковременная процедура, аппаратная физиотерапия для таких пациентов противопоказана. Соответственно, хронические системные заболевания в стадии декомпенсации, аутоиммунной и так далее, хронические дерматозы, опять-таки, в области воздействия являются противопоказанием, да, но в целом, например, если у человека атопический дерматит или псориаз, он вне обострения и в области воздействия нет очагов, то мы, в принципе, можем спокойно делать эту звуковую чистку. Ну и наличие кардиостимулятора, который, в общем-то, является противопоказанием для любой аппаратной процедуры. Чаще всего, да, можно, конечно, рассуждать о том, что сейчас современные есть кардиостимуляторы, экранированные и так далее, но это нужно тогда обсуждать с хирургом, который его устанавливал, можно этому пациенту такую процедуру делать или нельзя. Вот, перейдем к, собственно, этапам ультразвукового пилинга. Да, это у нас поверхностное очищение. Всегда рекомендую мягкие средства, ну, гель-теки там любой, какой ни возьми, не ошибешься. Они все бессульфатные. Ну, самое универсальное для кабинета – это очищающий гель. Вот, кстати, я слышала, что у нас, возможно, скоро выйдет очищающий гель. Все очень давно ждут в формате 100 мл. Ну, пока не обещаю, когда точно, но мне кажется, что это просто спасение было бы для тех, кто куда-то ездит, летает, где нельзя много провести с собой. Потому что 0,2 все-таки многовато. Ну, правда, его можно куда-нибудь перелить. Но, собственно, скоро будет такой тревел-формат. Его давно уже ждем. Можно взять мусс, например, тот же самый с алоэ верой или с витамином С. То есть кому что больше нравится. И дальше мы, если делаем просто ультразвуковой пилинг, мы можем сразу нанести, например, дезинкрустирующий гель, закрыть его вот такой пленочкой. Сейчас покажу. Либо просто пленкой пищевой, либо вот такие вот, не знаю, сейчас масочки есть уже с прорезями одноразовые. Вот их тоже удобно положил на лицо. И под ней все разрыхляется. И через 15 минут можно приступить к, собственно, пилингу. Но не всегда стандартного дезинкрустирующего геля поначалу хватает, если у пациента тугие поры, густое очень кожное сало, много закрытых и открытых комедонов, то есть тогда все-таки рекомендуется предварительно еще дополнительно какие-то разрыхляющие средства использовать. То есть дополнительно глубокое очищение. Я для этого люблю использовать либо энзимную пектиновую маску, то есть ту самую нашу, самую известную маску с папаином и мочевиной, и молочной кислотой 5%. И, собственно, мы можем ее использовать как раз как основное распаривающее средство, то есть разрыхляющее, холодное распаривание, это называется, под пленочкой нанеся. А потом мы ее через 10-15 минут сможем смыть, нанести сразу же, пока поры не сузились, наш дезинкрустирующий гель, закрыть его пленкой и приступить уже к культуру звуковой чистки. Почему не всегда хорошо чистить именно по энзимной маске? То есть если кожа ее хорошо переносит, грубая достаточно, нечувствительная, да, можно еще 10 минут по ней почистить ультразвуком, в общем, в принципе, ничего не будет. Но в целом у большинства передерживать энзимную маску более 15 минут не рекомендуется. Поэтому чаще всего мы 10 минут, допустим, или 15 разрыхляем ею, если требуется более интенсивное разрыхление. А потом уже нанесем более нейтральный вот этот вот гель, после того, как маску смыли, и по нему спокойно еще там 7-10 минут почистим. На самом деле ультразвуковой пилинг, хотя и пишут везде там 10-15 минут, он может длиться больше там 7, ну максимум 10 минут, вряд ли там такого объема будет лицо, и так все запущено, что мы будем ультразвуковым пилингом работать дольше там 7-8, ну максимум 10 минут. Значит, понятно, да, с дополнительным разрыхлением можем еще использовать как вариант для разрыхляющего эффекта, опять-таки, для нечувствительной кожи легкие пилинги, то есть взять, например, всесезонный пилинг миндальный и во флэш-варианте его, в таком как бы быстром варианте на 5 минут в один слой можем тоже использовать, либо после энзимной маски, если уж совсем все запущено, и кожа очень грубая, либо вместо, да, после умывания сделаем легкий пилинг, потом нанесем дезинкрустирующий гель и будем чистить уже ультразвуком. Вот, либо мы можем использовать какие-то тоники, средства с салициловой кислотой, которые мы под дезинкрустирующий гель будем наносить, грубо говоря, завершать им поверхностное очищение, то есть очистили кожу гелем очищающим, потом тоником протерли с салициловой кислотой, например, 2-процентной. У нас сейчас как раз разрабатывается такое средство, но пока можно взять какой-то аналог, например, да. Вот, и потом уже нанести дезинкрустирующий гель и, собственно, подождать 15 минут под пленочкой и дальше чистить. Вопрос от Татьяны. После пектиновой маски гель необходим? Нет, 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 в том-то все и дело. Вот я, наверное, просто слишком долго на нюансах, да, зацикливаюсь. То есть мы либо то, либо то держим 15 минут. То есть экспозиция общая всего дезинкрустантов, она должна не превышать 15, ну максимум 20 минут. Вот, поэтому если мы используем только гель для дезинкрустанта, мы его, естественно, выдерживаем под пленкой 15 минут и по нему же чистим. А если мы используем какое-то дополнительное средство, то мы его держим, если оно сильнее, чем дезинкрустирующий гель, 10-15 минут, а дезинкрустирующий гель тогда держим оставшееся время. То есть либо 5 минут держим, либо сразу просто наносим его, закрываем новой пленочкой и начинаем чистить. Понятно, да, вот такой момент. Может, я немножко как бы запутанно объясняла. Вот, то есть дезинкрустант любой, да, или комбинация дезинкрустантов больше 15, ну максимум 20 минут на коже лежать не должна, потому что мы можем получить раздражение. Поэтому вот так комбинируем их. Соответственно, если мы, например, миндальный пилинг используем, да, то мы можем миндальный пилинг использовать 5 минут, смыть его, потом положить еще на 10 минут дезинкрустирующий гель и уже по нему чистить. То есть всего 15 минут где-то. Потому что нам же еще надо оставить время чуть-чуть на ультразакой пилинг, собственно, чтобы нам, как говорится, не полчаса наша процедура длилась, это будет слишком для кожи жестоко. Так вот, для холодного распаривания самый универсальный вариант это дезинкрустирующий гель, если мы не используем, да, как говорится, тут как раз вот на этом слайде ответ на ваш вопрос, я практически написала. Вот, то есть если мы не используем дополнительных ухищрений, то 15 минут его держим, да, если используем, то, соответственно, высчитываем, сколько мы держали, например, пилинг или сколько мы держали энзимную маску. И после того, как мы почистим, мы, естественно, можем использовать, например, какой-то тоник, да. Вот, что, собственно, сама чистка, да, представляет ультразаковая. Прежде чем перейти, я потом еще пару слов скажу, все-таки об использовании комплексной чистки, поделюсь протоколом профессионального использования. Вот, ну, вот сейчас на этапе как раз собственного ультразвукового пилинга я хочу о технике самой процедуры сказать. Значит, у меня здесь, на самом деле, есть аппарат нашеллитпраговский профессиональный, который работает от сети, с такой, с достаточно большой лопаткой, и мне тут дали, можно сказать, погонять, вот у меня тут от ноутбука заряжается, уже зарядился, вот такой вот маленький Альзори, вот, или Альзори. Вот, и, собственно, он такой карманный, компактный, аккумуляторный, заряжается он не от сети, что является и плюсом, и минусом, я бы сказала. Вот, ну, мы сейчас попробуем сравнить. Я уже, конечно, до вебинара его попробовала и свое мнение о нем составила. Я не могу сказать, что он прям сильно отличается именно по эффекту ультразвукового пилинга самого, да, он, конечно, по мощности отличается. Вот, но если мы себе регулярно делаем, то, в общем-то, наверное, и такой мощности хватит. С другой стороны, конечно, там, в кабинет куда-то или для такого профессионального использования такие домашние гаджеты не подходят, потому что, во-первых, они очень быстро разряжаются, мы не сможем мощность держать, всю процедуру одинаковую, сильную, например, если это надо. И, кроме того, пьезоэлемент, который в лопаточке генерирует ультразвук, ультразвук здесь частота идентична, что и в профессиональных аппаратах, просто мощность, интенсивность другая. Вот, и, соответственно, вот этот пьезоэлемент, если его слишком часто использовать, ну, например, в кабинете, то мы его просто убьем месяца 3-4 и все. Поэтому профессиональные аппараты, они все имеют отдельно мозги, отдельно лопатку. При, допустим, выходе из строя лопатки можно лопатку заменить. Вот, но это профоборудование, ну, как бы, очень трудно сравнивать, да, и говорить о плюсах и минусах, если мы сравниваем, ну, не совсем желтое с круглым, да, но в целом немножечко разные назначения, да, у этих аппаратов, да, то есть разные эксплуатационные характеристики. Так вот, что бы я отнесла к плюсам, да, например, маленького? Ну, я вам сейчас просто покажу, и вы посмотрите сами, если это будет, конечно, на камере видно. Вот, допустим, у нас дезокрустирующий гель у меня был, да, он меня тут, допустим, под пленочкой разрыхлял чего-то. Вот, после этого я пленочку сняла с участка кожи, да, мы, как правило, последовательно снимаем пленочку с участков кожи, и их обрабатываем, соответственно, один раз по гелю, второй раз по уже средству дезокрустирующему, либо по тонику, и еще раз по тонику, то есть по чистой коже. Вот, что значит в отличие от, да, у меня тут получилось. Вот если мы возьмем, например, лопаточку профессиональную, да, более мощную, конечно же, того и следовало ожидать, то мы можем по гелю работать, я не знаю, видно, видно, наверное, да, по гелю работать, и видим хороший резонанс, у нас на лопаточке остаются даже без разрыхления слущенные частички, вот, он достаточно мощно как бы работает, и, собственно, мы первый раз проходимся по гелю, видим этот эффект кавитации, и проходимся потом по уже лосьону, например, да, тоже видим хороший такой эффект кавитации, вот, ну и, собственно, так мы проходим, как правило, каждый участок кожи, который надо обработать, не более трех раз, больше смысла нет. И мы, главное, не нажимаем сильно, потому что мы заблокируем вибрацию колебания лопатки, и, собственно, ультразвуку у нас не будет, в резонанс она уже не войдет, поэтому здесь как раз мы легонечко, то есть ни в коем случае не давите сильно, не пытайтесь выдавить что-то там, лучше это потом сделать руками, да, взять, намотать салфеточку, аккуратненько поддавить что-то, если нужно будет, но не лопаткой это делать. Вот, соответственно, ну и дезинфекция понятна, мы лопатку всегда протираем, даже если она наша собственная, да, так же как пилки для ногтей, да, мы все равно должны дезинфицировать, даже если только мы ими пользуемся, обязательно каким-то спиртовым антисептиком. Вот, соответственно, теперь возьмем свежезаряженную, вот у нее там четыре этих горели, индикатор она уже зарядилась у меня, два часа ей хватает на зарядку, я уже проверила. Соответственно, если мы что-то там уже сделали, да, допустим себе, а хотим еще маме, да, надо будет поставить немножечко еще на зарядку. Вот это как раз, наверное, минус вот этих аккумуляторных маломощных аппаратиков, что, ну, их надо заряжать, вот, постоянно. Как люди со старыми айфонами, наверное, у меня не было, но я все время видела людей, которые просто возле розеток только живут, и, значит, у них айфон. Вот, поэтому сейчас, наверное, уже исправили они это, вот, поэтому с таким аппаратиком тоже нужно будет USB. Кстати, вот шнурочек у него USB, то есть можно прямо от ноутбука заряжать. Вот. И, собственно, тут интерфейс достаточно простой, то есть мы включаем. Первая программа, это у нас как раз клининг, то есть чистка. Держим мы ее точно так же, как и та наша профессиональная лопаточка, да, и вот теперь мы попробуем следующее. Я возьму, нанесу опять гель для дезинкрустации, нанесу лосьон, вот, и включим мы аппаратик. Здесь нужно зажимать вот эти вот... Здесь видно уже, что, к сожалению, с гелем она не справляется, да, то есть вибрация есть, там, конечно, что-то идет, с гелем она не справляется, потому что ей мощности не хватает, потому что звуковая волна, она затухает в геле, поэтому я рекомендую брызгать поверх, например, даже профессиональную лопатку желательно брызгать поверх, то есть, вот, но когда мы берем, например, просто лосьон, да, видите, кавитация достаточно неплохая, вот, то есть вот этот туман, вот это вот все отшелушивание, оно происходит. Оно, конечно, возможно, будет менее таким сильным, да, чем на профоборудование, с другой стороны, частота ультразвука здесь анонсирована такая же, вот, кавитацию мы видим, стало быть, работает. Вот, поэтому здесь, если вы используете для себя, например, и она вот, какие плюсы, да, у нее, то, что она, ну, во-первых, она такая очень миленькая, по дизайну, приятно в руке лежит, удобно, она вот так вот закрывается чехольчиком, не забывайте протирать лопатку, прежде чем в чехол, я вот это только что сделала, у меня тут антисептик, салфеточка лежит, вот, и ее можно спокойно там куда-нибудь в косметичку, ну, то есть она вот выглядит, я не знаю, с ладонь размером где-то. Так что, в принципе, да, можно. Другое дело, что обещания, конечно, у аппаратов таких, они маленечко завышены, да, то есть ожидания от них. Поэтому, если адекватно понимать, да, для чего, собственно, мы вебинары проводим, да, чтобы понимать вообще, что физический фактор может. То есть здесь, конечно, обещано золотые горы, если посмотреть в инструкции, да, и если даже посмотреть в назначение прибора, да, то можно, как говорится, с некоторыми вещами не согласиться, потому что здесь, ну, во-первых, дополнительно к ультразвуку здесь анонсированы и ионофорезы, и лифтинг какой-то. Ну, на самом деле здесь пьезоэлемент-то стоит ультразвуковой, но, собственно, полноценного ионофореза, конечно, на ней вы не получите. И лифтинг – это та же вибрация, только в импульсном режиме. То есть вибрация здесь еще есть, да, то есть как бы ощутимая. Вот, да-да-да-да, ну, здесь примерно то же самое. По поводу другой стороны манипулы я даже не буду ничего говорить, потому что об этом уже столько всего сказано. Вот, что здесь можно, да, сказать об этом, да. Назначение прибора – удалять загрязнение роговейшей клетки эпидермиса. Да, удалит. Если вы использовать будете хороший, хорошо разрыхляющий гель, если вы будете предварительно разрыхлять еще более каким-то продвинутым средством, как я уже рассказывала, да, если у вас тугие поры, густой кожный салон, то есть нужно смотреть по состоянию кожи, да, по тому, насколько выражен гиперкератоз, насколько вот эти сальные пробки, да, выражены. Понятно, что здесь как раз, ну, здесь еще регулярность даст свой эффект, потому что если мы будем там раз в неделю разрыхлять, убирать, то постепенно у нас кожа станет гладкой. А у кого-то она с первого раза станет гладкой, если не выражено все это было. Очищает кожу от акне и черных точек. Ну, понятно, что от акне она, конечно, не очистит, потому что акне – это заболевание, которое вообще не связано с очищением, да, это внутренняя проблема. Вот, существенно сокращает поры, да, здесь можно согласиться с этим, потому что поры действительно будут уже, если у нас не будет кожное сало там слишком долго находиться, особенно густой. Если мы будем отшелушивать, если мы будем введем в уход увлажняющие сыворотки какие-то, которые тоже дополнительно будут разжижать кожное сало, если мы будем отшелушивать регулярно, то, собственно, поры, да, будут меньше видны, не будет вот этого рельефа, комедонов выраженных. Улучшает проникновение уходовых косметических средств в кожу. Да, улучшает любой тот, какой пилинг, предназначен как раз для того, чтобы сыворотка, например, с какой-нибудь ультрамолекулярной гиалуроновой кислотой или прекрасный там 5 пептидов, омолаживающий концентрат, проник глубже и повоздействовал активнее. Значительно повышает способность клеток кожных мокровов к поглощению питательных веществ. Ну, это масло масляное. Снижает отечность лица и круги по глазам. Ну, как снижать круги, я, конечно, сам себе представляю. Они у нас никуда не забираются высоко, чтобы их оттуда снижать. Но что касается отечности и кругов, я понимаю, что, наверное, имели в виду люди, которые писали эту инструкцию, да, или переводили ее. Действительно, нарушение кровообращения, отечность, она имеет место на лице у многих. И если мы, например, будем какие-то массажные движения по массажным линиям делать каким-то вибрирующим предметом, собственно, этим предметом может быть просто наша рука, а может быть какой-нибудь приятный аппаратик или какой-нибудь, там, я не знаю, массажер из нефрита. Многие любят. Вот, поэтому здесь как раз мы за счет вот этих механических движений плюс успокаивающее такое, релаксирующее действие вот этой вибрации, оно может действительно дать некий противоотечный эффект, улучшить кровообращение в зоне, например, под глазами, уменьшить выраженность кругов под глазами, да. Вот, но, опять-таки, конечно, это не за счет ультразвука, а уже больше за счет вибрации самой вот этой лопаточки. Скращает возрастные изменения и проявления фотостарения, способствует ускорению к вращению, улучшению лимфатической циркуляции. Ну, опять-таки, лимфодренаж мы делаем механически, фактически, и любой гаджет может немножечко усилить этот эффект. Вот, то, что цвет лица улучшается, рельеф кожи охотно верю, потому что если мы будем регулярно отшелушивать, убирать сальные пробки, то так оно и будет. Вот, а вот способствует снижению количества меланина, который содержится в клетках кожных покровов, я бы, наверное, с этим поспорила, потому что здесь люди просто могут слишком завышенные ожидания какие-то иметь, что у них есть пигментные пятна или там мелазма, хлоазма после беременности, что они будут использовать ультразвуковой пилинг, например, или вот эти вот все манипуляции с вибрацией, и у них уйдет пигмент. Нет, конечно, не уйдет, поэтому здесь как раз, наверное, такие бы золотые горы я не обещала. И, как я уже говорила, пигмент может стать менее выраженным только за счет того, что мы чаще отшелушивание стали делать. И это касается только поверхностного пигмента, который только недавно возник. Что тут еще? Повышает эластичность и упругость тонус кожи лица, нормализует выделение сальных желез, ну, как бы он не то, чтобы нормализует, он просто дает выход, да, то есть мы делаем ультразвуковой пилинг, даем выход кожному салу, да. Так что нормализовать мы можем только влияя на гормональные какие-то регуляторные механизмы, по сути, например, да, или нормализуя барьерную функцию, да, при которой кожа не будет вынуждена компенсировать недостаток, например, влаги, или еще недостаток кожного сала, да, пытаясь удержать влагу уходящую. Ну, то есть здесь как раз нормализовать-то мы вряд ли сможем, да, но мы просто можем помочь коже, опять-таки, не закупоривать это сало кожное внутри протоков. Способствует устранению морщин с поверхности кожных покровов, ну, это вообще из области фантастики, конечно, морщин мы устранить-то никак не можем таким способом. Вот, и стимулирует, естественно, способность клеток кожных покровов к регенерации. Ну, в некотором смысле, да, если мы обновляем кожу, да, она, естественно, регенерирует лучше. Недаром многие процедуры, направленные на омоложение, да, они как раз предусматривают использование процедур либо компонентов, которые в медицине, например, используются для заживления чего-нибудь. Поэтому вот так вот, да, я бы сказала. Поэтому, если, например, вопросы у вас есть по, там, домашним гаджетам, можете их задать тоже или под видео потом. Вот, и я ей могу одно сказать, что если лопаточка нужна компактная, чтобы с собой куда-то возить, да, или чтобы где-то она лежала, там, красиво на косметическом столике, или эпизодически только для себя или, там, для своей сестры, мамы использовали, она тогда достаточно долго проживет, и, в общем, можно использовать спокойно, не надо ожидать от нее чудес, да, не нужно ожидать, что она будет кофе приносить, но, собственно, для пилинга использовать прекрасно можно. Честно говоря, для себя я бы, наверное, предпочла даже из домашних портативных вариантов вариант не с USB-зарядкой, а все-таки от сети, вот, и которая может работать от сети, то есть, потому что здесь, например, на зарядке по инструкции работать ей нельзя, потому что тогда она, скорее всего, испортится, то есть ее нужно зарядить, сделать что-то, да, потом поставить опять на зарядку. Вот, есть всякие лопатки домашнего плана, которые работают от зарядки, да, у нее, там, встроенный аккумулятор, который работает от сети, и они, как правило, достаточно мощные тоже, но пьезоэлемент там все равно будет с меньшим ресурсом, нежели у профессионального оборудования. Вот, ну и разница еще в том, что в лопаточках отдельных портативных там пьезоэлемент совмещен с блоком управления, то есть, грубо говоря, сдохла лопатка, меняем лопатку всю, да, вместе с мозгами. Вот, а в профоборудовании там просто заменяется сама лопатка с пьезоэлементом, а мозги у нас находятся внутри блока управления отдельного. Вот, другое дело, что дома нам абсолютно не нужен профессиональный аппарат с даже ультразвуковым пилингом, вот, поэтому, в принципе, вполне, вполне себе, как говорится, имеют право на существование, если бы только золотые горни обещали в инструкциях своих. Вот, значит, вернемся к нашему, собственно, пилингу, да. Кстати, могу сказать, что у нас есть видео давно уже на YouTube-канале, где я просто делаю на пациенте пилинг, да, потому что сказать одно, да, показать другое. Когда ты это прямо вот от начала до конца показываешь, ультразвуковая очистка, по-моему, это видео называется, ну, как этап я показываю для любой там процедуры, можно использовать, вот, поэтому, если хотите посмотреть, можно тоже у нас на канале его найти и, соответственно, посмотреть. Вот. Какие, собственно, основные ошибки, да, при проведении пилингов могут быть? Это недостаточное разрыхление эпидермиса перед чисткой. То, чему я уделила почти час времени, рассказывая об этом, да, что нам необходимо хорошо подготовить кожу. Тогда мы мягко и замечательно уберем все, что на поверхности. Недостаточное разрыхление эпидермиса, да, это одна из самых основных причин недовольства вообще средствами для ультразвукового пилинга, самими вот этими скрабберами, да, то есть, если мы просто будем по воде, там, по чистой коже работать, да, с только что свеженанесенным каким-нибудь средством отшелушиваем, то ни маленькая лопаточка, ни профессиональный прибор, он, к сожалению, ничего нам не поможет, да, потому что качество чистки равно качеству предварительного разрыхления эпидермиса. Это к мануальной чистке относится, да, только в мануальной чистке это еще и дает возможность наименее травматично сделать чистку саму, да, при отшелушивании, например, аппаратными методиками, конечно, качество разрыхления очень важно. Иногда часто спрашивают, а можно ли распаривать по старинке, да, паром там, или каким-то горячим полотенцем иногда предлагают положить, ну, то есть, в принципе, используются такие методы. Вапоризатор, конечно, это уже давно вчерашний день, несмотря на то, что в кабинетах он должен стоять, иначе кабинет не лицензируют, вот, но, собственно, пар редко когда используется. Теплые полотенца поверх пленки с разрыхляющим гелем кладем иногда, да, особенно когда с энзимами что-то связанное, да, на лице. Но это только для тех пациентов, у кого нет купероза, склонности к куперозу, покраснениям и сильно чувствительной кожи, потому что все-таки термический разогрев, он достаточно жестоко по отношению к сосудам, капиллярам относится, поэтому здесь нужно очень осторожно. Недостаточная мощность или плохой резонанс у скрабера? Ну, вот здесь как раз, да, выигрывают профессиональные аппараты, с другой стороны, если вы там регулярно 5 минут какой-то портативной лопаткой себе очистите, да, то даже этой небольшой мощности при наличии у вас хорошего разрыхляющего средства предварительного, в принципе, даст вам неплохой эффект. Возможно, не такой прям уж как в кабинете, да, но, например, как поддерживающие процедуры запросто можно использовать. А при не очень выраженном гиперкератозе-то можно и изначально использовать. А так некоторые идут в кабинет к косметологу, делают полноценную процедуру, чистку, там, или то, за кого чистку плюс мануальную, а потом просто поддерживающие сами себе вот таким вот скрабером поддерживают эффект. Не использование жидкости для усиления кавитации. Это как раз очень частая ошибка, когда берут гель, который предназначен для глубокого очищения, то есть для холодного распаривания, и чистят по гелю. Потому что, как вы видели, я пыталась тоже показать вам на камеру, у нас все-таки, да, профессиональная лопатка более мощная, она, конечно, пробивает гель, да, и собирает там ослушанные частички. Вот, лопаточка портативная, она, конечно, с гелем не справляется, ей тяжело, затухает там ультразвук в геле, да, поэтому нам, возможно, для этих лопаточек даже вообще первый раз можно уже по воде. То есть смыть все, нанести, ну, участками, разумеется, конечно. Если мы умоем все лицом и приступим к ультразвуковой чистке лба, щек и так далее, пока мы доберемся до подбородка, уже у нас, к сожалению, весь разрыхляющий эффект пропадет. Поэтому только пленочку участками снимаем, смыли гель, лопаточкой почистили, перешли на следующий участок. Вот, и обязательно наносим дезагрустирующее средство под лопаточку, чтобы вот этот эффект разбрызгивания, кавитации был вот максимально возможный, ну, в каждом случае, в зависимости от того, какой у вас аппарат. Вопрос. Как заранее понять, что поры тугие понадобятся дополнительные средства? Или станет понятно? На самом деле, станет понятно после первой процедуры, конечно, был эффект или нет. То есть, если, грубо говоря, кожа все равно после воздействия такого просто дезинкрустирующего геля, условно говоря, на 15 минут, и потом почистили скрабером с использованием дезинкрустирующего лосьона или тоника, если у вас темные точки так и останутся, да, как и были, да, если у вас кожа все равно будет грубоватая, вот эта гладкость такая, лоск не появится, да, после того, как вы уже завершили процедуру, то, значит, ну и как бы поры расширенные так и будут видны, контурировать, как они были до процедуры, то, значит, недостаточно. То есть, самую поверхность там он может что-то разрыхлит, да, и опять-таки от мощности, естественно, лопатки тоже зависит, насколько она сможет это все убрать. Вот тогда, возможно, понадобятся все-таки предварительные какие-то танцы с бубном. Ультразвуковая очистка и всесезонный пилинг взаимозаменяемый, я бы так не сказала, потому что ультразвуковая очистка, она как раз более щадящая, да, и к микробиому, и к, собственно, к коже, к барьерной функции, потому что пилинг – это пилинг. Всесезонный пилинг оптимально сделать курсом раз в неделю, 5-6 вот этих процедур раз в 5 дней или раз в 7 дней, и на этом, как говорится, завершить. То есть, или, допустим, курс сделать каких-то еще пилингов, да, а всесезонный будет там, допустим, первыми двумя подготовительными этапами, ну, учитывая то, что он такой достаточно поверхностный. Потом можно что-то более сильное, например, сделать. То есть пилинг – это пилинг, а все-таки ультразвуковая очистка – это не негативная стимуляция, то есть не сильно деструктивная процедура, да, то есть она, да, разрушает что-то, да, но это что-то – это всего лишь мертвые роговевшие керотиноциты. А пилинг, он воздействует глубже всегда, даже если он поверхностный, и он, конечно, все-таки имеет под собой основу, хоть и не очень сильный, но химический ожог, вот, потому что все-таки это пилинги все – это разновидность негативной стимуляции, за исключением, возможно, там, каких-то совсем щадящих энзимных пилингов. Энзимный пилинг, да. И, кстати, энзимный пилинг, вот энзимная пектиновая маска, она, по сути, по эффективности не уступает, например, если мы сделаем массаж по энзимной маске или под пленку нанесем, например, ультразвуковому пилингу. Просто не всем показаны энзимы и кислоты в регулярном уходе у кого-то чувствительная кожа, и тогда ультразвуковый пилинг – это просто спасение для них. А если, как говорится, кожа не очень чувствительная и хорошо переносит, например, энзимы с кислотами, то энзимную пектиновую маску можно в регулярном уходе использовать. Я, например, использую при комбинированной не очень чувствительной коже раз там в неделю, в полторы я ее однозначно делаю, потому что уже не шушнадцать и даже не сорок и не сорок пять, поэтому, конечно, хочется, чтобы отшелушивание было более регулярным. Так что нет, я бы не сказала, что они взаимозаменяемые. С энзимной маской еще можно как-то провести параллель, но не с пилингом. Соответственно, двигаемся дальше. То есть выраженный гиперкератоз, тугие поры, густой себум, бывает так, что мы даже не этим предварительным глубоким очищением в процессе самой процедуры не сможем повлиять, потому что очень сильно густой себум, очень тугие поры. Это чаще всего бывает у молодых до 25 мальчиков и девочек, чаще мальчиков, кстати, которых просто вот жирный тип кожи, иногда бывает комбинированный тип кожи, но густая себорея, например. Или может быть даже не густая себорея, а может быть просто такой тип кожи, плохо отшелушивается, гиперкератоз выражен, грубая кожа. Вот для таких пациентов, чаще всего молоденьких, подростки и 20-ти, чуть повыше, вот у них бывает такое, что даже действительно приходится термический фактор использовать порой, то есть горячее полотенце или вапоризатор, потому что иначе вообще никак. Но лучше, конечно, не использовать это, а просто заранее готовить пациента к чистке, дать ему в уход какие-то препараты, которые будут постепенно, опять-таки, на эту тему влиять, отшелушивать, то есть инзимную маску раз-два в неделю, сыворотку с миндальной кислотой, альфа-дером, стопак на эту же самую с изолоиновой, какие-то тоники с салициловой кислотой, которые будут постоянно снимать верхний слой вот этот. Но желательно не спиртовые, конечно, потому что иначе мы весь микробиом там порушим, и у нас будет чувствительная жирная кожа с осторожностью. Но вот перед чисткой можно там неделю-две готовить пациента к таким препаратам, и потом чистка пройдет просто на ура. Ну и, соответственно, последний пункт – это завышенное ожидание от ультразвуковой чистки, потому что в отношении, конечно, воспалений, пустул, папул, закрытых комедонов, ультразвуковая чистка, она ничем в моменте помочь не может. Она может в регулярном уходе помочь, что воспалительных элементов, возможно, станет меньше, просто потому что поры будут меньше закупориваться. Фолликулярный гиперкератоз и гиперкератоз на поверхности эпидермиса будет менее выражен, не будет закрытых, открытых комедонов, не будет воспалений, которые на месте этих комедонов возникают. И, соответственно, при грамотно подобранном уходе, я там пару слов скажу в конце о нем, конечно, у нас эффект будет лучше. А если мы хотим купить лопаточку, купить гель и тут же получить просто сияющую кожу вообще без прыщей, ну тут это уже, как говорится, из области фантастики. Это что касается ультразвукового пилинга как такового. Ну и хочу еще пару слов сказать про то, как он используется в профессиональном, естественно, уходе. Как правило, как этап комплексной чистки, соответственно, после того, как мы ультразвуком почистили, а если мы используем этап мануальный, то мы это все осуществляем зонально, то есть у нас есть лоб, у нас есть лицо, закрытое пленкой, условно говоря. Мы пленочку с олба сняли, почистили сначала ультразвуком, три раза прошлись, как положено. Потом мы взяли наши ручки, намотали салфеточки, убрали где-то комедоны, где они есть. Взяли ложку уна стерильную, убрали пустулезные элементы, подсушили их подсушечкой, то есть продезинфицировали антисептиком, цинковую болтушечку положили. И вот когда у нас весь лоб, например, закончен, то есть мы с ним закончили, мы переходим, например, на щечку, на одну половинку носа. Это все там сделаем сначала ультразвуком. Кстати, достаточно важно, как водить лопаточкой. Могу вот этой показать. То есть как держим, я вам рассказала. Соответственно, когда мы работаем с олбом, тут, в принципе, направления не особо важны. Можно к серединке, можно и так делать. Но вот в средней и нижней трети лица, когда мы чистим, рекомендуется все-таки лопаточкой вести от периферии к центру. То есть вот таким образом. Соответственно, с этой стороны мы уже будем вести вот так. В профессиональном оборудовании удобнее переложить в руку. То есть и левой, и правой рукой чистить. Ну, кому как уже удобно. Ну и, соответственно, тоже на подбородке мы вот так вот вводим. Вот, и, соответственно, можем здесь почистить. И вот в этих местах, но не сильно прижимая. И, как правило, процедура длится, как я уже говорила, не очень долго. То есть минут 7-8 хватает на среднее лицо. Так вот, если мы в рамках комплексной чистки это используем, то мы, когда один участок уже полностью обработали, вот у нас уже там подсушенные пустулки, все уже, лоб готов. Мы уже смыли все эти очищающие средства, пустулы удалили, подсушили. И вот, и только тогда мы переходим на следующий участок. Опять взяли лопаточку, опять почистили. Да, и ультразвуком три раза. Потом выдавили какие-то, если есть, комедоны. Да, потом убрали какую-нибудь пустулу. И перешли там на другой участок. Да, потом подбородок. И только потом, когда все уже у нас готово, мы кладем поросуживающую маску. Как правило, это маска на основе коалина. В любой профмарке есть достаточно большой ассортимент. Скорая, надеюсь, у нас появится. По крайней мере, нам уже на следующей неделе обещали первую коалиновую маску гель-тековскую дать на тест. А перед маской тоником мы протираем. Да, вот я, кстати, вот здесь мы стали говорить о наших аппаратах разных. Вот здесь вот тоники. Тоник можем брать, ну, желательно, не гелевой текстуры, а такой именно стандартный такой жидкий тоник. Может быть, саха кислотами, чтобы дополнительно такой еще антисептический эффект был. Можно взять тоник с сиборегулирующим действием, например, для жирной и проблемной кожи. Вот, с гомомелесом. Можем взять обычный тоник для чувствительной кожи с кедролизатом коллагена, алоэ вера. Вот, то есть, на ваш выбор, желательно, чтобы это единственный был тоник без поверхностно-активных веществ. То есть, классический тоник, как вот гельтековские тоники, они не содержат ПАВ, потому что, например, в масс-маркете очень много тоников, которые содержат поверхностно-активные вещества. То есть, по сути, это очищающее средство, а не тоник. А тоник – это все-таки средство для завершения очищения. Вот, и, соответственно, мы всегда, когда мы, допустим, участок прошли, или когда мы целиком процедуру закончили, ну, вот если мы прошли участок, то мы гель сняли сначала лопаткой, потом по дезинкрустанту два раза прошлись, потом мы смыли спонжиком или салфеточкой водой все остатки этих средств, да, потом мы удалили, ну, естественно, если мы удалили комедоны руками, да, если нам нужно удалить пустулезный элемент какой-то, ложкой уны, то мы, естественно, дезинфицируем хлоргексидином 0,05% не спиртовым поверхность кожи, да, или актинесептом, и после этого только удаляем вот эту пустулу. И пустулу мы потом, опять-таки, дезинфицируем сначала антисептиком, придавливаем, да, поджигаем ватной палочкой, и потом ватной палочкой наносим туда уже цинковую болтушку на спирту. И тогда у нас уже закончено все. Но так как мы ультразвуковой пилинг рассматриваем как домашний вариант, например, ультразвуковой пилинг и все, да, вот, то мы, естественно, когда мы прошли с лопаткой по три раза на всех учебках, мы смываем водой, желательно такую салфеточку использовать, да, все остатки дезинфицирующих средств, все вот эти вот отшелушенные частички эпидермиса, которые на коже остались, мы их все смываем тщательно, потом протираем лицо тоником, как после умывания каждый день. Вот, наверное, ответила, да, на этот вопрос. Ну и, соответственно, если мы делаем маску, то мы перед маской тоже все это делаем, да, протираем тоником, только в отличие от процедуры домашней, да, у нас могут быть еще перед тем, как мы протерли тоником, да, как бы у нас прошла ультразвуковая чистка, а после того, как мы протерли тоником, мы еще можем протереть септиком, удалить пустулы, и потом у нас уже на чистой коже, да, будут вот эти вот следы пустулезных элементов. Если что-то непонятно, объясняю, вы мне говорите. То есть алгоритм такой, если чистка профессиональная, мы почистили сначала участок ультразвуком, после этого мы смыли водой все остатки того, что мы почистили ультразвуком, после этого мы удалили комедончики, продезинфицировали каким-то антисептиком для кожи предназначенным, то есть это или 0,05% хлоргексидин или актенисепт, если нам нужно что-то удалить, то есть нарушить целостность кожных покровов. После этого мы уже на дезинфицированной коже удаляем пустулы ложкой уна, прижигаем их антисептиком тоже, и, собственно, болтушечку наносим подсушивающую. Я джиджевскую люблю в Биодерм, например. Ну, наподобие аптечного циндола, просто джиджевскую можно стряхнуть, и не останется следов оциндола, его только смыть можно. Вот, поэтому, и когда у нас уже вот лобик готов, мы переходим в другой участок. И когда у нас уже все лицо готово, да, мы тогда наносим поросуживающую маску. Прямо поверх вот этих точек ничего больше не смываем. Если мы хотим продолжить процедуру дома, не удаляя, естественно, пустул там, недовеньких капитонов, то мы просто смываем очищающие средства, да, для глубокого очищения, тоником протираем, наносим маску русской один. А потом можем успокаивающую или какую-нибудь нанести хорошую. Вот, соответственно, в протоколе профессиональной очистки нам нужна обязательно успокаивающая маска, то есть мы смываем маску с каолином, протираем лицо опять тоником, любым, но можно использовать как раз тот лосьон-концентрат, который используется для изготовления вот этой маски. Эту маску я постоянно анонсирую в наших вебинарах, даже у нас есть видео, там, процедура супервлажнения, по-моему, называется, где я ее делаю, где-то там на 20-й минуте, то есть можно прям посмотреть. Для нее используются два наших препарата, один аппаратный гель с сосудоукрепляющими компонентами и такой очень успокаивающий, то есть с гидрокверцитином липосомальным. Это гель для сухой нормальной кожи Нео, вот кто у нас с гельтеком постоянно работает, из профессиональных косметологов, они все эту маску знают и делают, любят. Вот, очень хорошая штука и после антиэйдж процедур, и после чисток. И, соответственно, мы этот гель для сухой нормальной кожи Нео кладем на кожу, закрываем одноразовой масочкой, которая тоже из такого нетканого материала сделана, пропитываем маску лосьоном-концентратом Нео, который имеет более концентрированный состав, чем гель для сухой нормальной, но примерно те же самые компоненты. Тоже дегидрокверцитин, тоже экстракты, арники, плюща, бузины, лекарственные, постельницы лекарственной эмальевой огурца, то есть и дает такой эффект на выходе фарфоровой кожи, успокоенной. И сверху вот этого вот компресса, можно сказать, такого влажного, мы кладем махровое полотенчико. И на 15-20 минут, потом снимаем, и у нас уже не вот этих мест, где пустулы были, особо не видно, вот эти красные точки. И, в общем, лицо такое светлое, успокоенное. Где-то мы давили, все-таки от давления, от нашего воздействия кожа краснела немножко, да, тут она успокаивается, и дальше нам останется только нанести финальный крем. А финальный крем, я предпочитаю нанести, например, сыворотку Альфа-Дерм с миндальной кислотой, потому что она имеет кислый ПАЖ, она немножечко будет защищать кожу от патогенной микрофлоры, когда мы все-таки ее немножечко раздербанили, нам это важно. Можно использовать стопакны, которые с золоиновой кислотой, можно использовать гель Демотен, ну, в общем, он не кислый, но он тоже содержит серу в составе, содержит гиалуронку, алоэ, то есть такой самый, наверное, эконом вариант. И можно поверх вот этого завершающего средства сделать еще дарсонвализацию, если есть дарсонваль, то есть 3-5 минут контактно, когда, естественно, кожа уже полностью сухая, то есть если мы не используем, например, антисептическую пудру, можем просто марлевую салфеточку положить или два бинтика вот так, и по вот этому бинтику дарсонвалем пройтись. В местах удаленных пустул, если таковые есть, хорошо бесконтактно пристрелить вот этот вот испалительный элемент, и, собственно, вся очистка на этом заканчивается. В результате процедуры мы как раз получим все вот эти вот обещания, те, которые мы видели практически в инструкции к домашней лопаточке, но это в целом результат любого глубокого очищения кожи, то есть гладкая текстура, более ровный тон, отсутствие каких-то неровностей, неравномерностей, и в целом, если процедура полноценная проводилась, какая-то маска там была успокаивающая, действительно вид у пациента отдохнувший. Кстати, эту маску можно самому себе дома делать, вот эту завершающую, это несложно. И в заключение домашний уход за проблемной кожей на этом слайде. Мы много на самом деле не будем уделять этому внимания, потому что мы много об этом говорим в наших вебинарах, вообще проблемная кожа – это наш конек, можно сказать. Вообще косметика, гильтек, она такое лечебно-профилактическое направление имеет, и, в общем, акцент на этом делает, поэтому можно всегда подобрать средства, если есть какая-то проблема. Собственно, люди с проблемой и идут в гильтеке косметику искать, как правило. Поэтому для проблемной кожи мы возьмем межпроцедурный уход, какое будет у нас очищение, желательно мягкое самое, потому что проблемная кожа, она потому и проблемная, что у нее и барьерная функция нарушена, и чувствительность может быть повышена, потому что редко, когда бывает проблемная кожа, и при этом нечувительная, такая вообще вся. Только что несколько прыщей – это уже тогда не совсем проблемная кожа. Значит, очищение мягкое, тоник для жирной кожи мы выбираем на утро, вечером можно с ахакислотами, например, взять, ну, если нет возможности два тоника разных использовать, то можно использовать тоник для жирной утром и вечером. Тоник для жирной проблемной кожи серии антиакны я имею в виду, вот эта вот синенькая полосочка с гамомелисом. Он нейтральный, спирта нет, то есть он очень такой мягкий, не сушит, просто для комбинированной кожи подходит даже беспроблемный, как такой балансирующий вариант, поэтому его можно использовать. Сыворотку стоп-окны мы наносим локально или участками, ну, то есть если у нас есть несколько прыщей на лбу, там или на подбородке, значит, мы мажем весь лоб или подбородок. При необходимости можем что-то увлажняющее нести, например, демотен или сыворотку пробиоскин с пробиотиками и пребиотиками, ну и закрыть, например, средством с СПФ, увлажняющим кремом, например, либо кремом для комбинированной кожи с СПФ-15, который в серии Хоум Кер, у нас он похож на увлажняющий, еще чуть более даже легкий, вот, и можем, как говорится, на этом утренний уход закончить, да, и на самом деле, если индекс инсоляции, то есть ультрафиолетовый индекс, который мы в прогнозе погоды смотрим, если он не превышает, например, 3 балла, то можно ничего защитного, никакой крем уже не наносить, если жирная особенно кожа. Вот, при выраженной обезвожности можно, в принципе, под какое-то средство завершающее наносить сыворотки с ультрамолекулярной гиалуроновой кислотой, но если такой выраженной обезвожности нет, то, в принципе, в них нет необходимости. Вечером, опять-таки, мягкое очищение, тоник, либо для жирной кожи проблемный, либо с АХ-кислотами, с альфа-гидроксикислотами, сыворотка стопактная, опять-таки, локально, но чаще бывает, что если кожа действительно проблемная, то какие-то лечебные препараты используются, и тогда вместо стопактной вечером будет какой-то лечебный препарат. Вот, если нет, то можем использовать гель пектиновый альфадерм, например, в вечернее время, то есть гель пектиновый, он будет подкислять среду за счет кислого ПАЖ просто, да, плюс немножечко осветлять тон тоже, и альфадерм тоже, в принципе, будет осветлять тон, но альфадерм, он немножко поагрессивнее, ну, с одной стороны, по составу, да, там кислоты, 5% миндальной кислоты, 5% других АХ-кислот, комплекс, но при этом сама миндальная кислота, она работает как вазопротектор, в том числе, а не только антимикробное действие, не только профилактика гиперкератозы, поэтому очень много пациентов, которые альфадерм использовали, и у них была склонность к покраснению, они оценили то, что, несмотря на то, что средство кислотное, оно не то, что провоцирует покраснение, а наоборот, даже уменьшает покраснение. Но опять-таки, с осторожностью надо, потому что для очень чувствительной кожи не всегда кислоты вообще подходят, поэтому тогда нам в помощь гель пектиновая, например, в котором кислот нет, но ПАЖ кислый за счет цитрусового пектинов составит. Если, конечно же, используется ретинол активный, например, при возрастном акне, можно использовать наши ретидермы 20-25 и 05, но опять-таки, если не требуются лечебные препараты, потому что все-таки ретинол в антивозрастных средствах, он не равен, так сказать, по своему прицельному таргетному воздействию ретинолу, который используется в лечебных программах, потому что, во-первых, используется для лечения акне синтетические ретиноиды, это адапален, адапален или тазоротен. Кроме того, там нет такой щадящей схемы, да, то есть там мы уже используем агрессивно, жестко и же вечернее для того, чтобы быстрее убрать воспаление, иногда комбинируется с другими какими-то лечебными препаратами. Ну, то есть не надо опять-таки надеяться на то, что мы купим антивозрастную сыворотку с самой маленькой концентрацией ретинола активного, хоть он и активный, да, 0,25, например, и вылечим возрастной акне тарда. Нет, такого не будет, конечно, надо вылечить сначала акне, потом уже с антивозрастной целью, как поддерживающей в том числе, использовать ретинол в антивозрастных средствах. Ну и, соответственно, да, действительно, если комбинированная там жирная кожа просто со склонностью к воспалению, условно говоря, там съели тортик, да, выскочила пара прыщей или там с циклом связанной, тогда, да, ретинол прекрасно, вот этот вот косметический антивозрастной будет являться профилактикой. Он действительно обладает противоспалительными свойствами. Просто режима применения этих препаратов, там, через день, два-три раза в неделю, и концентрации, и, собственно, самых характеристик ретинола активного, и то, в чем он находится, в какой базе, да, то есть этого может не хватить для лечения уже выраженного акне. Вот это я хотела как раз сакцентировать на это внимание. Вот, ну, соответственно, вечером тоже мы можем использовать дополнительные какие-то средства, да, например, интенсивного увлажнения. Декоративную косметику лучше исключать на время лечения, например, когда проблемная кожа. Можно использовать, например, какие-то средства временно, да, которые антисептическое действие оказывают, но это все лучше, конечно, если человек не дерматолог сам, да, не косметолог, лучше, конечно, консультироваться с специалистом, потому что разные бывают ситуации, дифференциальную диагностику иногда надо проводить, человек может думать, что у него акне, а у него, например, пероральный дерматит или вообще импетига. Вот, поэтому здесь разные подходы. Если используется ультразвуковой пилинг, то, соответственно, глубокое очищение, оно заменяется на него, то есть мы глубокое очищение, энзимную пектиновую маску делаем раз там в неделю или там даже два раза в неделю первое время, вот, если мы не используем то, что ультразвуковой пилинг. Либо мы можем в программе, связанном с ультразвуковым пилингом, использовать энзимную маску для усиления эффекта. Но это будет почти, собственно, равноценное воздействие. Ну и, напоследок, базовый домашний уход с косметикой Гельтек, который не связан с проблемной кожей. То есть мы утром кожу очищаем, мы можем использовать как очищающий гель, так и муссы. Кому что больше нравится, кому нравится текстура пены, сразу вышедшая из дозатора, а кому, собственно, нравится больше гелевая текстура. Кстати, к этой лопаточке тут я, конечно, не буду открывать, потому что мне просто дали попробовать. Такая еще сеточка прилагалась. Там можно при помощи нее пенку сделать из обычного очищающего средства. Корейская такая штука. Тоник по типу кожи, либо лосьон концентрат Нео. Я сразу могу сказать, что если 35+, 40+, однозначно лосьон концентрат Нео – самый лучший тоник для нашего брата. То есть на самом деле это не тоник в том понимании. Активное концентрированное средство и с сосудокрепляющими компонентами, и с компонентом дегидрокверцитином, который вообще такой многостаночник. Он и антигистаминным свойством обладает. В общем, много всего умеет. Но это как раз такой хороший вариант именно для тоничной тусклой, но и для возрастной кожи. Ну, либо по типу кожи просто тоник подбираем с гиалуроновой кислотой для более сухой и обезвоженной кожи, например, тоник для чувствительной кожи. Это с гидрозатом коллагена алоэ вера, как вариант. И еще надо понимать, что если кожа пересушенная и очень чувствительная, то утром не обязательно умываться с очищающим средством. Достаточно кипяченой или фильтрованной водой лицо хорошенечко умыть, и потом протереть тоником. Это будет достаточно. Если вы на ночь, как говорится, не наносили чего-то прям жирного, чего-то такого вот, то, что прям хочется смыть, и у вас чистое белье. Поэтому здесь как раз не обязательно очищающие средства дважды в день использовать. Сыворотка по проблеме. Потом, как правило, наносится. Для возрастных людей лучшим вариантом, конечно, это, наверное, омолаживающий концентрат 5 пептидов из гильтек, если выбирать. Мерилакс и актив лифтинг тоже любят комбинировать. Но я могу сказать, что когда появился 5 пептидов, Мерилакс отошел все-таки на категорию людей до 35, условно говоря, когда 5 пептидов еще не нужны. Конечно, если уже 35+, то омолаживающий концентрат 5 пептидов будет более эффективен, потому что там самих Мерилаксантов в два раза больше, плюс там еще ремоделирующие пептиды, пептиды, которые антиоксидантным свойством обладают, то есть там и релистаз, и 3-пептид меди, там Матриксилморфомикс, как в нашей сыворотке, для век, да, крем-сыворотки. Вот, там, то есть 21% пептидов в общей сложности. Она действительно очень интенсивная, она как бы собирает кожу при регулярном применении, делает ее значительно более упругой, поэтому, в принципе, можно. Вот, нравится. Спасибо, Наталья, за отзыв такой, потому что очень интересно, на самом деле, обратную связь слышать, потому что мы знаем, конечно, как косметологи наши используют косметику, кто профессионально работает, да, вот, например, от пациентов мы положительные отзывы, конечно, получаем, но чаще, например, кто покупает косметику там на Вайберсе, хороший отзыв, что понравилось, ты пользуешься, да, а если что-то не понравилось, вот пишут. Ну, правда, там, конечно, иной раз и пишут, видимо, какие-то заказные варианты, но мы уже так научились их немножко фильтровать, отвечаем всем вежливо. Вот, да, вторсырье, кстати, у нас, наконец, разрешили нам собирать, я считаю, что это хорошая тоже идея, и, в общем, будем в тандеме с компаниями, которые занимаются переработкой, вот это все осуществлять. Вот, так что, если кто не подписан на наш Инстаграм, там как раз самые первые новости, да, и по поводу того, что мы флакончики кто-то сырье начали собирать, и про то, когда у нас новинки какие-то выходят, подписывайтесь. Вот, ну и в заключение еще пару слов, да, что мы делаем вечером, да, то есть как бы, а, то, что утром мы делаем, да, то, что утром мы делаем, обязательно СПФ нам нужен, если индекс инсоляции высокий, да, если нет, то, соответственно, можем использовать средства без СПФ, и там Атрикс, например, со светоотражайками, очень людям нравится, очень приятный такой крем с витаминчиками АЦЕ, ну, то есть выбор большой. Вечером мы можем уже что-то более, сейчас я отвечу на вопрос виженно, вот, что-то более агрессивненькое, если чувствительность кожи позволяет, да, то есть на вечер у нас всегда идут средства с ретинолом в осенне-зимний период, с кислотами, альфа-дермом, его, кстати, можно даже с осторожностью, и не только в зимний период, но там должна быть более интенсивная защита от солнца. Вот, также мы какие-то средства можем использовать увлажняющие, питательные больше, да, вечером, если есть в этом необходимость. Надо единственное помнить, что если мы, например, используем средства с пептидами, и в том числе вечером, то поверх них нельзя наносить кислые средства, то есть альфа-дерм несовместим поверх сыворотки 5-пептидов и альфа-дерм, или пектиновый гель, да, то есть не нужно наносить поверх миорелакса, например. Вот, потому что пептиды, особенно миорелаксанты, они очень критичны к ПАШ, и ПАШ, если ниже 4 или примерно 4, то могут разрушиться. Вот, а крем-сыворотку для век на самом деле без разницы, в какое время применять, просто кто-то любит применять и утром, и вечером, а для кого-то, наоборот, вечером, если мы что-то много нанесем на тонкую кожу век, особенно если она дрибловатая, то с утра можно спровоцировать отечность. То есть на самом деле средство для века прямо вот эсэйсовое зернышко, наносим чуть-чуть. Поэтому надо смотреть, когда комфортно, вечером даже не всегда обязательно. Вот, и по поводу аппарата для домашнего использования на вопрос отвечу. На самом деле, по мне, так надо щупать. Вот, то есть пока не посмотрел, как он в резонанс входит, как он вообще работает, да, я не могу сказать. То есть потому что, в принципе, вот этот вот, ну, конечно, он USB-шный, то есть без розетки, да, он, конечно, по мощности не сильный, да, понятно. Но, с другой стороны, как я уже говорила, не всегда там большая мощность нужна, а его плюс основной в компактности. В компактности и, ну, скажем так, мне кажется, он неплохо сделан по материалам. Пластик хороший, то есть, ну, то есть именно сама сборка неплохая. Вот, так вообще я бы, вот, если выбирала бы в магазине, в принципе, вот у Гизатона были неплохие раньше, вот эти скраберы, не знаю, может они сейчас стали хуже, может лучше, давно не держала их в руках. Вот, поэтому лучше всего прийти, конечно, в такое место, где это дело продается, и показать, что, и чтобы вам показали, да, и вы посмотрите, возникает ли кавитация, если гель нанесен, да, и поверх на него, допустим, жидкость, или только по жидкости он активно работает, а в геле вообще ничего не собирает. Как вообще вот этот эффект кавитации, насколько интенсивный, то есть, входит она в резонанс, или она только вибрирует и все. То есть, как бы здесь нужно просто щупать и смотреть. То есть, по интернету заказывать, например, на Алиэкспресс, там, я бы не стала, если только отзывы прям адекватные, где люди там видео демонстрируют, может быть, как это работает, может быть, тогда, может, доверилось. А так, конечно, нужно своими руками смотреть, и тогда уже понимать, хватит или нет мощности. И, ну, и вот по мне, конечно, то, что работает от розетки, оно всегда будет более мощным, и, естественно, ей там не нужно держать заряд. Но сейчас все в основном портативное, аккумуляторное, поэтому найти хороший аппарат какой-нибудь, который работает от розетки, может быть, это и сложно будет. Потому что сейчас вообще все практически от аккумуляторов начало работать, USB эти зарядки у всех, поэтому портативка, она вся будет, конечно, менее мощная, чем профессиональная, но, с другой стороны, компактность тоже. Мы же с МФУ не ходим, да, мы несем смартфон, и в нем там какие-то функции. Но, с другой стороны, распечатать, например, документ с телефона мы не можем. Вот здесь примерно такой же вариант. Вот, закрытый комедон, и чем лучше убирать в домашних условиях? Ну, закрытый комедон лучше систематически отшелушивать, потому что выдавить закрытый комедон мы тоже, скорее всего, не сможем, если все-таки путь не открыт, наверху крышечка, да, не растворилась чем-то. Поддевать стерильной иглой, например, вместо терапевтической, это травматизация кожи. То есть здесь, ну, на мой взгляд, овчинка выделки не стоит, потому что вот эти пятна, повреждения, да, потом можно попасть в сосуд, будет синяк, но это будет выглядеть гораздо хуже, чем закрытый комедон, который мы там, цикл обновления кожи прошел, мы там один-два раза в неделю сделали или ультразвуковой пилинг, или энзимную маску, или чередовали, да, и он сам уйдет, то есть как бы отшелушится верхний слой, кожное сало выйдет, и сам комедон уйдет. При закрытых комедонов лучше всего иметь какие-то средства, ну, желательно, бесспиртовые с салициловой кислотой тоники, да, с салицилочкой с небольшим процентом, да, можно использовать вот эти вот отшелушивающие всякие маски эпизодические, да, но главное не переборщить, да, потому что все равно у нас кожа обновляется, ну, минимум за месяц, да, средний цикл обновления кожи считается 28-32 дня, да, как в учебниках написано, вот, ну, на самом деле, конечно, от возраста, как я уже говорила, зависит, в 40-45, конечно, кожа будет значительно дольше обновляться, поэтому вот когда вот это время пройдет, а вы систематически отшелушивали, да, делали какие-то процедуры и увлажняли хорошо, да, потому что закрытые комедоны в плохо увлажненной коже тоже образуются более часто, ну, и при использовании комедогенной косметики, например, вот, и тогда пройдет вот этот месяц-два, да, и у вас, собственно, часть этих комедонов сама разрешится. То же самое относится даже к милиумам, потому что милиум, да, чаще всего мы удаляем, конечно, иглой, да, вот эти вот кисточки сальных желез, с плотной шарикой, которая бывает вот в этой зоне часто, вот, но теоретически, если систематически отшелушивают, то они могут тоже сами разрешиться, просто, как правило, они более заметны, и, ну, человек не дождется того момента, быстрее его убрать, вот, а что касается закрытых комедонов, открытых комедонов мы удаляем на хорошо разрыхленной коже руками, но не ногтями, а, как положено, обматываем руки и вот, как бы, частью, пальчика, которая не царапает, да, мы по краям комедона сдавливаем, он выходит, да, если он не выходит, не нужно делать там отек, травматизацию кожи, раздавливать капилляры там и пытаться прямо выдавить сильно. Лучше оставить и просто лучше отшелушивать, через там неделю попробовать его убрать. Ну, вот, наверное, так. Наверное, вот я на этом могу, в принципе, сегодня закончить. Спасибо вам за хорошие отклики о нашей косметике, очень приятно это слышать от людей, которые уже пользуются, мне, как человеку, который в разработке тоже принимает активное участие, мне это тоже вдвойне приятно слышать, вот, много всего интересного у нас сейчас разрабатывается. Кстати, если состоится Интершарм в декабре, то приходите, кто имеет возможность территориальную, в территориальной доступности к Москве находится. Сейчас я под конец уже, когда закончу, сейчас я вам еще раз промокод напишу, который неделю будет действовать на косметику всю, по традиции я его вначале даю и в конце. Вот, потом нам, когда на YouTube выкладывают это видео, наверное, его отрезают. Вот, так что вы сможете, если что-то нужно им воспользоваться, для профессионалов он будет от их цены, для непрофессионалов от розничной цены на официальном сайте, ну, промокод всегда приятно. Ретиноловый пилинг, да, думаем над ним. Пока у нас есть ретинол для регулярного ухода активно, это 0,25 и 0,5. 0,5, кстати, такой очень сильненький, прямо жесточенький такой, по сравнению с 0,25. Так что, если не пробовали, можно на него переходить после 0,25. Сразу начинать с 0,5 я бы не рекомендовала, это будет слишком жестоко. Так что вот, на этом я с вами...